Всем здарова пацаны! Сегодня у нас будет эпическое сравнение двух смартфонов по видеовозможностям. Как раз таки по видеовозможностям. И это у нас будет новинка 2019 года от компании Apple. Это iPhone 11. И также флагман 2017 года от Samsung. Это Galaxy S8. Почему решил сравнить именно эти два смартфона? Потому что это мои смартфоны, которыми я сейчас лично пользуюсь. Этим смартфоном я уже пользуюсь около двух лет. На него уже снял куча материала, куча видосов, как снимает именно этот смартфон. Здесь в подсказках я оставлю видосы, потом сможете посмотреть. Многие смотрят эти видео и меня спрашивают, на что ты так снимаешь такое офигенное качество. Ребят, можете сами посмотреть, оценить. Это съемка на этот смартфон была. И сейчас я прикупил недавно себе iPhone 11. Но как его покупал, где покупал и как я сэкономил на его покупке более чем 200 долларов. А если бы я покупал на то время iPhone Pro, там вообще разница была в 500 долларов на одном смартфоне экономии. 500 баксов. Здесь в подсказках также есть этот видос. Потом сможете посмотреть и также себе купить и сэкономить. Таким вот способом. Вот. И решил я, ребята, сделать видос именно по видеовозможностям. Не по фото, а именно по видео. Потому что iPhone, все считают, что он снимает самое крутое видео среди смартфонов. Это самая крутая мобильная съемка. Это считается, что в iPhone. Потому что по фотовозможностям iPhone уже давным-давно уже не лидер. Уже несколько лет. Потому что даже самые, ну, даже китайские смартфоны снимают фото намного круче. Тот же Huawei P30 Pro, тот же Pixel и так далее. Поэтому iPhone по фотовозможностям уже давным-давно курит в сторонке. А вот по видео он считается, как бы, король, лидер мобильной съемки. Вот я решил это все сравнить. И в соотношении цена-качество, конечно же. Потому что цена за iPhone 11 на данный момент, официальный, где-то около, ну, чуть более чем 900 долларов. Ну, это за самую дешманскую версию на 64 гигабайта. Которая нафиг никому не нужна. А если уже будете покупать на 128, как у меня, это уже более чем 1000 баксов. Ну, окей, на сером рынке это будет чуть дешевле. Ну, давайте среднее возьмем. 1000 долларов, да? 1000 долларов это iPhone 11 на 128 гигабайт. Это, ну, как бы, минимально, что нам подойдет. И Samsung S8 на данный момент, новый, можно купить где-то в районе 300 баксов. Новый в пленках запечатанный, 300 баксов. А если брать БУ, тогда вообще 200 баксов и ниже. Ну, это зависит от состояния самого смартфона. Конечно, тут же, тут будет у нас также 64 гигабайта. Но сюда мы можем ставить еще и карточку памяти, которая стоит копейки. И получить и 128, и 250, и так далее. А тут, чтобы нам расширить память на 128 или 256, нам надо заплатить не копейки, а пару сотен баксов. Поэтому, ребят, 300 долларов сравниваем и 1000 долларов. Разница 700 баксов между смартфонами. Вот, почему я сейчас акцент на это делаю? Потому что мы сейчас будем сравнивать, ребят, по четырем критериям. Это качество записи звука, качество картинки, стабилизация. И четвертое, это еще ночная съемка. Вот четыре вот этих вот нюанса. Сейчас будете смотреть видео, и сразу по ходу видео ставьте себе плюсы и минусы за каждый смартфон. И в конце ролика вы сами поймете, какой смартфон, по вашему мнению, считается круче. Вот. И если, допустим, iPhone, по вашему мнению, пишет, допустим, звук круче, или там стабилизация у него круче, вот вы для себя решите. Готовая за то, что iPhone пишет, допустим, лучше звук, заплатить, доплатить за это 700 долларов. Потому что разница у нас 700 баксов. Или это не стоит этих денег? Допустим, за звук я готов заплатить, ну, пускай там переплатить 50 долларов, да? За что-то еще там еще там готов заплатить там 50 долларов. Ну, не 700. Вот. Это касается iPhone. А если же, по вашему мнению, все-таки лучше выйдет Samsung, тогда тут вообще разговаривать не о чем, потому что тут и так цена в 700 баксов дешевле. И это флагман при этом, ребят, 2017 года. Я вам скажу, что он снимает ничем не хуже, чем флагманы вот сейчас, 2019 года, эти Samsung S10, S9 и так далее. Если не верите, могу также сделать видос, сравнение камер S8 и S10. Сами все увидите. Разницы почти никакой нет. Ну, конечно, если там не рассматриваете под микроскопом эти пиксели. Вот так вот картинку возьмете, разницы вообще совсем никакой нет. Вот. Ну, короче, ребят, сейчас смотрим сравнение этих двух смартфонов. Вы сами суди и оценивайте, как же пишет запись звука, качество картинки, стабилизация и ночная съемка. Погнали! Итак, друзья, сравнительный обзор двух камер смартфонов. Это iPhone 11 и Samsung Galaxy S8. Вот сравнивайте картинку, качество звука и стабилизацию. Сейчас будем там все тестить. Вот. По качеству звука пишите сразу в комментариях. Вот сейчас писал iPhone. И сейчас пишет звук наш Samsung Galaxy S8. Я, конечно, это уже дома послушаю, где лучше, где хуже. Но вы, походу, уже можете сразу писать комментарии под этим видосом. Вот такая вот картинка. Сейчас покрутимся. Съемка идет Full HD, 60 кадров на обеих смартфонах. Так, картинку заценили. И сейчас стабилизация, ребят. Как справляются обе смартфоны? Также пишите в комментариях. Вот. Стоит ли покупать ради камеры iPhone 11 или все же лучше купить Samsung S8 за копейки, грубо говоря? Вот. Мне само интересно, потому что у меня мой Samsung и еще есть мой iPhone. Поэтому будем сравнивать. Так, сейчас побыстрее пройдемся. Вот. Иду, прям снимаю с рук, без какой-либо там стабилизации. Вот. Если подергать смартфонами, вот так это все происходит. Так, отдельная съемка на Samsung Galaxy S8. И сейчас будет съемка в сравнении. И с того же места iPhone 11 от Apple. Кто в этом случае лучше, мой S8 Pro или же iPhone 11, также пишите в комментариях. Так, съемка против солнца. Так, съемка против солнца. Субтитры делал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok. Субтитры подогнал «Симон» Итак, вечерняя съемка. И это было всегда слабым местом Самсунга. Ну, по крайней мере, моего S8. Ну вот, а как сейчас снимает iPhone, ну вот, можете заценить. Что фото, что видео, но у меня ночью, вечером уже это уже все. Это шумы, но сейчас я вижу такая же картинка. Но iPhone вроде так ничего. Везде уже витрины, огни горят. Вот как-то вот так. Вот так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...